итак рассказываю самый полезный зимний лайфхак если вы открываете дверь и у вас на коврике в машине есть лужа то делаем обычный комок из снега и ложим в лужу и так расскажу лайфхак как определить скручен ли пробег на автомобиле или нет автомобиль жига для этого нужно одновременно повернуть ключ зажигания и нажать на вот эту пипку будет неудобно но повернул так пошло если стрелки спидометра тахометра вот эти все стрелки повернуться три раза туда-обратно значит будьте уверены что у вас пробег скручен вот 1 2 ну я уже знаю что у меня и третий раз пойдет это означает что у меня пробег скручен пацаны и так расскажу еще один зимний лайфхак после мытья машины или оттепели автомобиль нужно подготовить к морозу для этого нужно первое смазать в дэшкой или аналогом уплотнительные резинки полностью по кругу второе обязательно побрызгать личинку внутри для этого засовываем хоботок в личинку и потихоньку нажимаем и третья промазать сами замки для этого снимаем крышку и везде везде побрызгиваем также по кругу и будьте уверены при любом морозе машина откроется итак совет молодым водителям чтобы ваши окна не потели и не покрывались коркой льда нужно нанести гель или пену для бритья на губку размазать это все по стеклу и вытереть тряпкой так если вы проткнули колесо это не повод ехать шиномонтаж есть способ отремонтировать шину самому для этого нужно купить набор для ремонта бескамерных шин в магазине или заказать его с алика итак начнем первое это выкручиваем саморез шины второе достаем шило из набора вкручиваем его в отверстие и производим несколько движений вверх-вниз третья берем жгут и просовываем его в отверстие просовываем так чтобы жгут был ровно посередине смазываем жгут клеем из набора четвертое вставляем жгут в отверстие после этого резким движением выдергиваем вверх и четвертое остаток жгутов срезаем под корень сегодня научу как при помощи болгарки сделать тормозную систему автомобиля как новую для начала нужно поднять автомобиль откручиваем колесо снимаем поворачиваем диск на себя далее при помощи отвертки разгибаем стопорные кольца сначала с одной затем с другой стороны далее нам надо два ключа на 17 и на 13 причем на 17 поддерживаем на 13 откручиваем также с двух сторон затем вытаскиваем снимаем старые колодки брызгаем в дешкой на суппорт самое главное тормоза включаются из-за неравномерного стирания диска чтобы это исправить надо завести машину и включить заднюю скорость болгаркой делаем диск равномерным доводим диск до идеально ровного состояния с двух сторон и наконец вставляем новые колодки и собираем все обратно если при замене колодок у вас заклинил тормозной цилиндр и вам его не засунуть обратно то надо сначала убрать уплотнительную резинку убрать кольцо сложить на сторону тормозного цилиндра старые колодки затем поставим это все на место теперь внимательно ставим отвертку вот в это место и начинаем оттягивать вытаскиваем и смотрим все тормозной цилиндр на месте ставим резинку и готово в магазине продается много средств для очистки и полировки автомобильных фар но самым дешевым и эффективным средством является зубная паста снимаем колпачок наносим на губку и круговыми движениями начинаем полировать всю фару после этого переворачиваем губку и начинаем полировать мягкой стороной в конце протрем это все туалетной бумагой поверьте мне результат вас удивит попробуйте сами черниль резины в магазине стоит 250 рублей но можно это сделать всего за 10 рублей купив в аптеке глицерин расскажу рецепт берем пустую любую бутылку с возможностью распыления снимаем крышки добавим туда весь флакон наливаем туда немного воды закрываем крышку хорошенько взбалтываем вытираем шину сухой тряпкой и начинаем распылять и смотрим разницу так было до а вот что получилось и Субтитры сделал DimaTorzok